В среду в интернете опубликовали интересные списки должников за коммунальные услуги, у которых долг свыше 9 тысяч гривен. Вот эти бумажки при мне мы специально посчитали. Поместились все должники по 49 на каждой страничке на 9 бумажек. Каждая страничка 1 миллион гривен. Итого у нас 9 миллионов гривен, так на скидку, кто должен 9 тысяч и больше за коммунальные услуги. Мы решили узнать у Славучана, как они относятся к этим спискам и к этим должникам. Как вы относитесь к тому, что вчера публиковали список должников в интернете? Ну, конечно, не хочется это обнародовать, но все-таки надо что-то решать в этой ситуации. Возможно, это поможет. Потребно, я кажусь, чтобы выраховывали, конечно, учить. Будем учить, да, героев должны знать все. Конечно, в обличии. Нет, а что, одни платят, а другие не платят. Это же не честно. С вами совершенно согласен. Спасибо большое. И, например, у нас ни одной заборгованности, ни один месяц нет. Так мне тоже обидно. Должны платить люди все равно. Нас же отапливают, батареи греют. А чтобы батареи грели, надо за газ платить. Ну, правильно делают, наверное. Я не должница, я их оплачу. Я не должник, мы платим все своевременно, у нас нет никаких задолженностей, у нас все в порядке. Поэтому нужно все-таки иметь совесть. В интернете списки должников, кто должен более 9 тысяч. Как вы к этому относитесь? Нормально. Вчера в интернете появился список должников, кто должен более 9 тысяч за квартиру, за коммунальные услуги. Как вы к этому относитесь? Положительно. Почему мы должны платить и за коммунальные услуги, а наши соседи, которые получают те же самые удовольствия, но пользуются, да, да, да. И больше денег, ну да, и не платят. Я считаю, это просто вопиюще, конечно, нужно. Чтобы общественность знала своих героев. И даже на подъездах надо вывешивать списки. Как отношусь? Пускай платят. Выше 9 тысяч, как ты к этому относишься? Ну плохо, конечно, надо платить денежку. Как вы считаете, это правильно? Правильно. Я плачу все время. Я приехала в 87-м году, и у меня никогда задолженности нет. А что этим людям вы можете сейчас сказать, которые обижаются, что вы их опубликовали? Я скажу, что неправильно. Пользуйтесь, а то будете добрые оплатить. В магазине идут, хлеб берут, все берут, все платят. Вчера опубликовали список должников, кто должен более 9 тысяч. Как вы к этому относитесь? Ну, как вам сказать, положительно. А почему? Что вы им хотите сказать, этим должникам? Большое спасибо за то, что они не платят. Да? Конечно. Ничего себе спасибо. А за что? Они же экономят свои деньги. Я знаю, что они экономят. А мы за них платим. Ну, так я же говорю, я и хочу им сказать большое спасибо. Спасибо, кавычка. Да, кавычка. Да, надо вообще штрафовать, чтобы не было в нашем городе должников. Мы, пенсионеры, последнюю копеечку стараемся в первую очередь. Квитанция пришла, мы сразу ее оплатили. А почему долги в нашем городе? Не знаю. Да нормально. Я не видела, потому что я сегодня только с Киева вернулась. Все равно нужно платить. Как бы там ни складывались обстоятельства, за квартиры нужно платить. Я слышала такое, что вроде должны были принять закон о том, что если должник какой-то в доме не платит за квартиру, то его долг будет раскидываться на других жильцов. Ох, как весело. И как вы к этому относитесь? Ну, конечно, отрицательно. Ну, так надо же заставить их платить как-то, да? А как их заставить? Это что, получается гражданская война? Или нужно заставить всех не платить? Вот если все не будут платить, тогда власть может задуматься. Вы имеете в виду ЖКЦ? Да. Ну, нет, нет. Это идет сверху. Верховная Рада там. Список опубликовали те, кто должен. Как вы к этому относитесь? Да, может быть, оно и надо. Как вы относитесь к тому, что вчера опубликовали список должников в интернете? Не слышал о таком. Да, я могу даже показать. Вот. Дом, квартал. И квартира, и долг. Нет, ну вот. Хорошо. Так это хорошо или плохо, Саша? Фамилии нет? А, без фамилии? Без фамилии. Ну, в принципе, можно так, я считаю. Ну, в принципе, надо работать с должниками больше. А не, а не... Это, наверное, не метод. Не, почему? Это один из методов. Просто это не может быть основным методом. Вот так, если точно, то да. Один из методов, да. Ну, в принципе, это, наверное, же не решает. А почему люди с долгами, я не понимаю этого. Нет, так как-то им надо напоминать, что надо платить? Конечно, надо. Не, я не ищу себя. Я, может, знакомых, а себя я не ищу точно. С последнего оплатим. Ну, а как вы относитесь к этому вообще? Ну, старомство. Не, мы к должникам отрицательно относимся. Вот, да, 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 да. Это правильно, это правильно. Должны, требования быть, и все должны платить. Обязательно надо платить, конечно. И в порядке. Да, нашли знакомых. Ну, просто обидно. Вот некоторые платят, а некоторые не платят. Получается, что вот эта вот обида идет, как бы, что себе с последнего не успел получить, уже платишь. Вы вообще относитесь к тому, что опубликовали? Хорошо. А почему? Что вы можете сказать не платить? А что им можно сказать? Платите. И все. И все. А что? Складывали списки должников, у кого более 9 тысяч. Как вы к этому относитесь? Хреново. Нет. Вы хреново, потому что вы должник, конечно. Нет, я не должник. Я не это самое. Нет, ну... Конечно, плохо. А как? Как может относиться? Я за то, чтобы они заплатили. Ну, а как? А как? Ну, вот как? Ну, не знаю. Как-то надо привлекать. Ну, у нас какие-то должны быть службы, я так понимаю. Ну, во-первых, это личная информация, мне кажется. Там нет фамилии? Ну, тогда это полезно. Во! Как ты... Что ты можешь сказать должникам? От имени молодежи города. Мне кажется, что благодаря этим людям у нас такие вот качели в плане и газа будут, и может даже в плане и электроэнергии, да, и так далее. То есть эти люди очень сильно могут подставлять и все вот эти 25 тысяч, которые проживают. Как видите, не все так однозначно. С тем, что все должны платить согласно 100%. А к опубликованию списков не все относятся абсолютно положительно. Но 80% считают, что, может быть, хоть и это поможет. Или соседи подскажут должникам. Мы выяснили, скоро в интернете появятся и новые списки с должниками от 3 до 9 тысяч гривен. А как же иначе? Мы с вами в одной лодке. И грести, в смысле платить, должны все. Нет, а что, одни платят, а другие не платят. Это же не честно. Сегодня, 15 февраля, войны афганцы отмечают с одной стороны печальную, а с другой – дату дня вывода советских войск из Афганистана. В 1989 году последние советские войска покинули государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан, в том числе и украинцев. День вывода войск из Афганистана – это праздник афганцев, ветеранов и день памяти и скорби обо всех погибших воинах и интернационалистах. Прошло 29 лет, но слезы афганской войны не высохли. Мы не вправе забывать о невернувшихся домой молодых парнях, среди которых были наши знакомые, близкие и друзья. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте горы, вам пикней, с кем были мы в краю далеком. Пускай не судит однопока нас кабинетный грамотей. До свидания, Афганка. Этот призрачный мир не пристало добром вспоминать себя в роде, только что-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте горы, вам пикней, чем наша боль и наша слава. Чем ты, великая держава, искупишь слезы матерей. Нам вернуться сюда больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела не доделаны полностью. Но мы уходим, 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 уходим. Прощайте горы, вам пикней. Какую цену здесь схватили, врага какого не добили, каких оставили друзей. Друг, спиртовую дозу дели на троих. Столько нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тот, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте горы, вам пикней.